Девочки, всем огромный привет! Не смотрите на мои темные очки, у меня просто такой вид сегодня на Мадрид, поэтому я решила снимать видео в темных очках. Собственно говоря, я выскочила в магазин за продуктами, заехала в еще несколько мест, и вот решила снять такое видео на тему шорт. Ности ли вы шорты? Я, знаете ли, ношу. Во-первых, я ношу шорты зимой с темными непрозрачными колготками, и, в принципе, это совсем неплохой вариант. Это раз. Второе, я ношу шорты летом. Видите ли, в Канаде шорты носят летом все. Молодые, старые, толстые, худые, в общем, любые, в любых возрастах, в любых комплекциях люди, и никто на это не смотрит, не обращает внимания, потому что шорты считаются удобной одеждой, и очень такая, знаете, ну, на каждый день там магазин выскочит или еще куда-то. И, ну, естественно, девочки носят покороче, женщины постарше носят подлиннее шорты, но тоже не факт, не обязательно носят, что хотят. И я что-то, мой парк-шорт как-то поизносился, я немножко из них выросла, некоторые как-то очень сильно вышли из моды, я решила вот сделать закупку шорт на лето. Ой, что-то у меня очки как-то криво сидят. Еще раз прошу прощения, но не хочу вас пугать своим видом. Я сегодня в своем любимом платье Деникло, которое у меня впервые в мир, я ношу его везде, особенно у нас сейчас жара, и очень-очень это удобно, и вот такие вот шлепанцы у меня без всяких каблуков, естественно, потому что я пошла в магазин за продуктами, и продукты у меня, кстати, в машине лежат, мне надо быстрее снимать, пока они там у меня не протухнут. И вот такая вот сумочка у меня в тон сегодня под платьем. Ну, я сегодня не фэшн, я сегодня на хозяйстве. Все, значит, у меня вот такая вот кучка шорт, еще я принесла топ с собой, просто обычную вот первопопавшуюся маечку, потому что я в платье, и мне с чем-то надо мерить шорты. Сколько у меня их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В принципе, это такие шорты все, в основном, на каждый день. Единственное, вот эти вот, такие немножко нарядные, красивого цвета, но я уже, как бы, это взяла до кучи, и просто захотелось померить, тем более они из магазина Банан Репабли, и мне они нравятся, и, в общем-то, вот такая у меня сегодня компания. Давайте будем примерять. Так, первые шорты, шорты Бермуды, длинные, такие черного цвета, как будто из джинсовой такой ткани. Карманов нет, карманы зашиты, карманы делают вид, что они есть. Стоят они 25 долларов, дороговато что-то. Маечка, кстати, очень симпатичная, очень приятная на ощупь, такой коротенькая, недлинная, вот как раз с шортами, с какой-то летней юбкой. По-моему, будет неплохо, я, может, ее даже и куплю, если. Она стоит там копейки, или долларов 12, или что-то такое, в общем, такая симпатичная. Так, мне они не очень нравятся их длиной, мне не очень нравится, у них такая посадка не очень высокая, ну, такая высокая, но не особенная. Этот Бермуд, в принципе, тем они хороши, что они длинные. Я не очень хочу короткие шорты, потому что, ну, не знаю, не очень-то удобно. Мне не очень нравится вот эта вот длина, если я сейчас попробую, может быть, подкатать на один раз, и посмотреть, как это будет выглядеть. Ну, мне кажется, так лучше немножко, получше длина, но мне не очень нравится, что вот они такие узкие по ноге, хотя, в принципе, ничего плохого в этом нету. Это не обращайте внимания, это как-то наклейка, ее надо снять, это просто какой-то бренд, написано название. Вот, ну, в общем, вот такой вот вариант. Не нравится мне, что у них нет карманов, мне это очень не нравится, просто сильно очень не нравится. Я люблю карманы, совать руки. Сзади карманы есть. А спереди нет. Такие вот шортики. Давайте мере дальше. Так, ну что, это такие немножко пижамные шорты. Стоят они 20 баксов. Они из такого тонкого хлопкого трикотажа, с такими милыми пчелками. Здесь вот они сверху на резинке. Очень это удобно все. Ну, это больше такой домашний, я бы сказала, вариант. И дачный, домашний пляжный. Хотя у нас, вы знаете, по улице тоже таки ходят. Никто вас камнем бросать не будет, и никто не будет в вашу сторону смотреть, даже оборачиваться. В принципе, знаете, мне не нравится. Вот именно выскочить в магазин, пойти куда-то, вот просто погулять по улице. Серьезно, у нас таки ходят. Никто не считает это неприличным. И это совершенно такие нормальные шорты, для того, чтобы в них просто выйти на улицу, выйти в магазин. В общем-то, хотя, конечно, это немножко пижамный вариант. Но они такие приятные к телу, приятные на ощупь, резинка здесь. Ну, что может быть лучше? 20 долларов дороговато для таких шорт. Я бы за них дала 1 доллар 15, 12, конечно, за 20, тут немножко много. Но, что есть. Еще одни шорты, они выглядят такими тоже пижамными, но они нет. Они такие, знаете, даже с какой-то отделочкой здесь. Тоже на резинке, очень удобные. Супер удобные. Стоят тоже 20 долларов. Я даже не знаю, какие у меня вот эти вот с пчелками. Они прикольные. А эти такие, как бы, более нарядные. Может быть, их можно носить, ну, как бы, с большим, с большим, больших вариантов. Не только в магазин и на прогулку, а в принципе, как шорты, которые, ну, более такие, знаете, как бы, не пижамные. Они действительно выглядят менее пижамно. Вот у них такая ткань, как такая шелковистая. И вот так вот они сверху на резинке. Симпатичные, неплохие. Тоже не знаю. Не знаю даже, в общем-то, хорошие, плохие. Но, в общем-то, нравятся они мне тоже. Карманы фейк. Это плохо, потому что вот в этих карманы настоящие с пчелками. Вот это мне больше нравится. Вот. Ну, знаете, они как бы претендуют на какое-то такое, как будто бы нарядные шорты. Не знаю даже. Я не собираюсь их использовать в качестве таких выходных. Ну, не выходных, девочки. Я, как бы, немножко, немножко стебусь. Но, в общем-то, ну, в общем-то, вот такие. Окей, давайте меридим. Так, следующие шорты, это такие черные джинсовые. С немножко таким оборванным здесь краем. Мне в них не нравится то, что здесь нет замка, а есть пуговицы. Это за... За... Как сказать? Надоест. Застегивать. Здесь есть, да, карманы стоят. Они тоже 24 доллара. И я вам скажу, знаете что, что когда жарко, в них будет жарко. Потому что у них такой плотный джинс. Очень и довольно такой... Ну, плотный, в общем, джинс, потому что на жару. Вот так они сверху хорошо сидят. У них высокая талия, у них довольно. Ну, ничего такие. Ну, вот мне не нравится пуговицы. Так, пошли мерить дальше. Так, девочки, следующие шорты джинсовые, приятные, очень, не очень толстые. У них довольно тонкая ткань, красиво такого синего цвета. Здесь такие немножко защипами. Высокая талия. Есть карманы, да. Все очень здорово. Немножко они, может быть, коротковатые. Но мне нравится их фасон. Немножко они мне вот, ну... Великоватые, но, может быть, это и хорошо, что они такие свободные. Так, тянутся. Стоят тоже 24 доллара. Приятные. Ой, что-то я нашла в кармане. Слушайте, ничего себе. В кармане джинсы я нашла ключи. Ключи от машины? Да, наверное. Представляете, это кто-то мерил. Да, это ключ от машины. Посмотрите. Это кто-то мерил. Положил ключи в карман. И забыл их. А как же человек уехал-то? Что-то здесь написано. Нисан Руш. Это фирма марка машины. Название ее какие-то. 2016 год. Это знаете откуда? Это машина, не чья-то. Это машина из магазина, где, в принципе, машины продают. И потому что на ней, вот на этикетке написан номер машины. Написано, что она 16-го года. Написано Нисан Марка. Нисан Руш, это как бы Нисан Руш, это Нисан Рок, простите, это называется. Силвер, цвет, в общем, винномер. Все. Это вот в магазинах, где машины продают, там вот такие вот висят этикетки. Это представляете? Кто-то вот так вот пришел, померил, положил в карман. И ушел. И ключи лежат. Я бы сказала, что кто-то их поносил. Но нет, посмотрите, все этикетки. Я бы сказала, что кто-то их купил, поносил, там, положил в карман ключи и ушел. Но это невозможно, потому что все этикетки на месте. Вот так невозможно носить. Если еще здесь можно прикрыть, да, то вот это вот невозможно. Это было бы снято. Оно так хорошо прилеплено. В общем, прикольно. Нашла ключи. Надо будет мне отдать их на кассе. Отдать этим девочкам, которые начальницы магазина. Так, ну ладно, вернемся к шортам. Ну, как вам они? Ничего, мне они вообще нравятся. Знаете, такие прикольненькие шортики, хорошие такие. Не жмут, не давят, нигде длина, ничего такая. Ни короткие, ни длинные. Сейчас я в них сяду. И сидеть удобно. Нигде не жмется. Вот тут, я имею в виду. Я же могу сесть на стул, зачем я мучаюсь на корточке. Да, удобно в них сидеть. Тут у меня этикетку я забрала, чтобы не видно было. Да, в них удобно сидеть, они не жмут. И ключи от машины. Может быть, это знак? Может быть, если я куплю эти шорты, то я куплю новую машину. Все, давайте меридать. Ну, это не для меня, конечно, девочки. Я уже их надела и показываю. Раз надела, они очень короткие, слишком короткие. Причем они, видите, сзади... Боже мой, с ними кто-то что-то говорит в микрофон. А сзади они длиннее, а спереди они короче. Ну, это очень короткие. Они так облегают. У меня в соседней примерочной дама, которая тоже говорит по телефону. Может, она тоже себя снимает на каком-то непонятном языке. Орет, перекрикивает меня. Мне сейчас надо будет громко говорить, чтобы ее перекричать. Ну, в общем, так, показываю. Но это, конечно, не мой вариант. Очень короткие, очень в обтяжку, очень такие. Не для меня. Проверим карманы. Хоть бы где-нибудь деньги найти. А то все вот нахожу в карманах. Что угодно. Деньги никогда не находила. Так, еще одни шорты. Ну, эти такие нарядные, выходные. Это из магазина Banana Republic, который я очень люблю. Это магазин такой более, ну, как бы нарядной одежды. Я хотела, честно говоря, подождать, пока дама в соседней кабинке договорит, потому что мне надо ее перекрикивать. Так, ладно. Значит, ну, они как бы нарядные. Посмотрите, они так красиво сделаны. Здесь вот такие пуговички. Стоят они 15 долларов, всего лишь дешевые. Но это такие шорты больше на выход. На выход, чем на вход. Чем на каждый день. Но они симпатичные. Мне их купить на выход? Буду я такие носить на выход? И я буду стесняться, девочки. 15 баксов. Симпатичные очень даже ничего. Станцевала вам. Ну, ладно, подумаем, посмотрим. Так, сейчас буду одеваться в свое платье. Это, собственно, были последние. Буду думать, что мне купить или купить вообще что-либо. Ну, что, мне реально понравились вот эти шорты. Мне понравился их цвет, мне понравился их фасон, что они не в облипочку такие. Потом здесь написано, что они recycled vintage denim. Это значит, что они сделаны made from recycled plastic bottles. Они сделаны из пластиковых бутылок, которые были, в общем, прошли цикл ресайкла. Вот, видите, здесь даже бутылка нарисована. Это интересно. И написано, что, видите, у них five-waisted, то есть они с высокой талией. Это тоже хорошо, я это поняла, я это поняла, когда мерила. Это размер 8 наш американский. Ну, в общем, 25 долларов. Купим шорты, поможем природе. Ну, и плюс я в них нашла ключи. Это, наверное, какой-то сайн, какой-то знак. И вот эти мне нравятся. Смешно, да, но вот что-то в них есть такое. Единственное, что я думаю, что я могу такие шорты найти дешевле, чем за 20 долларов. Потому что это, собственно говоря, обычные трикотажные шорты. И, возможно, что я смогу купить в таком же формате шорты. Ну, больше такие для дома и больше там просто выскочить в магазин. Где-нибудь подешевле. Потому что, ну, два за двух реально такие пижамные шортики. Надо, кстати, сходить в пижамный отдел и посмотреть, может быть, я вам смогу купить что-то подобное дешевле. Вот. Ну, вот такой вот, девочки, у меня сегодня влог. Примерка шорт. Я надеюсь, что я вас не шокировала. Своими ногами, своим внешним видом. Вот. А сейчас я уже одела свое и побегу домой, потому что меня ждут дела, как всегда. Да, как всегда у меня много дела. Уборка, готовка. Сегодня суббота, так что я по хозяйству. Все, увидимся в следующем видео. Надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Желаю всем самого-самого лучшего, прекрасного лета, теплой погоды, здоровья. И люблю, целую. Ваша Дита. Привет из Канады. Пока-пока-бай. 剛剛-пока. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...